МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит ближайшие полчаса. Все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Комфорт без ограничений. В рио губернатора Приморья Олег Кожемяка провел встречу с председателями общественных организаций инвалидов. Ну вот, поэтому давайте послушаем вас. Мы запишем что-то в вас, что нужно делать. Проверены временем. Центр диабета и эндокринных заболеваний в этом году отпраздновал юбилей 20 лет со дня основания. Основная проблема на данный момент сложилась в том, что пациенты обращаются уже с определенными осложнениями. Застройщики Приморья бьют тревогу. Вот уже несколько месяцев в тестовом режиме действует закон об усилении контроля в сфере долевого строительства. Изменения в законодательстве предусматривают использование счетов из крови. Также в выпуске экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в соцсетях и задал горожанам откровенный вопрос. И еще расскажем, в районе Второй речки активно ремонтируют тротуары. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В Рио губернатора Приморья Олег Кожемяка вынес на федеральный уровень обсуждение необходимости установки системы «Эроглонас» на автомобили в Приморье. Для региона, где большинство автомобилей – это поддержанные иномарки из Японии – этот вопрос стоит особенно остро. К слову, вопрос об установке системы «Эроглонас» был задан на встрече с жителями Уссурийского городского округа в субботу, 13 октября. По мнению горожан, система показала себя неэффективной в условиях пробок и сложности с приездом спасателей на определенные территории, а установка ее стоит от 30 тысяч рублей и выше. Олег Кожемяка поддерживает это мнение. Он сказал… «Если я приобрел машину, разрешенную государством, и на ней нет такой системы, почему я должен ее ставить? На новых российских автомобилях кнопка «Есть» – этого достаточно. Наше общее мнение я озвучу на следующей неделе заместителю председателя правительства и полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. И в дальнейшем буду говорить об этой проблеме на всех уровнях. Рассчитываю, что федеральная власть нас услышит», – подчеркнул Олег Кожемяка. Жители Уссурийска также узнали, что город наконец решит больной вопрос паводкового затопления. 20 миллионов рублей для предотвращения наводнений направят Уссурийску по поручению Олега Кожемяка. Сегодня край выделит, те необходимые 20 миллионов всем, чтобы перекрыть к следующему году вот эту перевычку порядка 50 метров и прикрыть эту сторону города. В целом объем здесь достаточно большой, то есть у города есть план, мы этот план доложили премьер-министру по выделению дополнительных финансовых средств, уже гораздо больше, суммы 3,7 миллиарда рублей с федерального бюджета. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут специалисты с Министерства природных ресурсов, специалисты с края, с города, проведут все необходимые работы. Будет объявлена конкурсная процедура на проектирование водозащитных сооружений. После окончания проекта, прохождения экспертизы, мы планово начнем работать, используя в большей степени, конечно, федеральные средства, но где-то помогая из краевого бюджета в том числе. Митинг в память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, прошел во Владивостоке с участием главы региона Олега Кожемяка. На площадке у мемориала памяти сотрудникам ОМВД собрались семьи погибших офицеров, сослуживцы, курсанты, представители органов власти и просто неравнодушные граждане. Ритуал проводится уже 20 лет, и эта традиция современной России имеет большое значение, ведь Приморье гордится своими героями, которые достойно выполнили свой воинский долг. Как отметил глава краевого ОМВД Николай Афанасьев, на подвигах погибших героев сегодня воспитывается новое поколение сотрудников. Имена погибших милиционеров увековечены на мемориальных досках в школах, а 36 дружин края уже носят имена погибших при исполнении служебного долга сотрудников. В память о погибших собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу. После торжественной церемонии традиционно состоялась присяга сотрудников органов внутренних дел. В Рио губернатора Приморья Олег Кожемяка провел встречу с председателями общественных организаций инвалидов. По его словам, нужно создать все условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями. На встречу побывала и наша съемочная группа. О все подробности расскажет Дмитрий Беломестнов. Создание доступной среды и повышение транспортной доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти и другие важные темы обсудили в Рио губернатора Олег Кожемяка инвалиды и общественники в ходе совместной встречи. Большинство просьб были связаны с медуслугами. К примеру, лежачим больным иногда приходится посещать врачебные комиссии, чтобы получить выплаты или специализированную медпомощь по квотам. Олег Кожемяка поручил профильному вице-губернатору обеспечить посещение комиссиями больных на дому. Также затронули вопрос стимулов для молодых докторов. При наличии базового университета медицинского мы эту ситуацию не можем расширить. У нас молодые специалисты не идут к нам, потому что это опять же политика, опять же политика властей. Никакого закона по молодым специалистам, по доплате никакого нет, по подъемной тоже никакого нет. По компенсации врачам, чтобы у них было какое-то стремление на первом этапе, какие-то доплаты или за ЖК, за жилищно-коммунальные услуги тоже нет. Ну как они могут пойти? По мнению главы региона, вполне возможно создать нормальные условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями. Открыть прокат инвентаря по доступным ценам, установить пандусы, оплатить за госсчет проезд до места лечения и обратно. Обсудили также создание реабилитационных центров, которых в крае почти нет. Сейчас современное оборудование позволяет многие проблемы решить и восстановить. Это реально так. Если это еще сопровождать, я вот не довел там по ненатальной реабилитации, но сделали для подростковых центров преодоления, сделали, наверное, лучше, там, на дальнодороскопе в Сибири реабилитационный центр, где самое современное оборудование. Вы знаете, вот есть результаты. Такие центры строить необходимо, по мнению Кожемяка, так как это востребовано. Также во время встречи говорили о подготовке специалистов для работы с глухонемыми людьми, строительство спортивных центров, увеличение финансирования на содержание обществ. Все эти предложения были поддержаны Олегом Кожемяка. Напомним, на сегодняшний день в Приморье общественные организации инвалидов объединяют в своих рядах более 40 тысяч людей. В большинстве своем это активные, желающие приносить пользу люди, вдохновляющие своим примером многих своих земляков. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Будет ли Владивосток столицей Дальневосточного федерального округа и стоит ли возвращать городу прямые выборы главы? Эти вопросы сегодня обсуждали в студии Радио Лема. Какие перспективы откроются перед Владивостоком с присвоением статуса субъекта федерации и почему нам нужен мэр без политических амбиций в студии Радио Лема побывала наша съемочная группа. Политическая хроника Приморья и Владивостока в информационном поле сегодня по-прежнему одна из самых обсуждаемых. Некоторые важные инициативы в Рио губернатора Олега Кожемяка обсудили сегодня в прямом эфире Радио Лема. В студии у Андрея Калачинского политолог Сергей Гребенюк и помощник главы Владивостока Александр Юртаев обсуждали, нужно ли переносить столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток и стоит ли возвращать прямые выборы главы города. Если рассматривать ситуацию в перспективе, то перенос столицы может стать драйвером развития Приморского края в целом, даже не города, а всего Приморья. Не все люди знают только слово драйвер. Она даст толчок развития, скажем проще. Почему? Если рассматривать последние теории, то даже инвестиционная привлекательность завязана во многом не на материальные факторы, такие как инфраструктура и прочие моменты, а на репутационные, то есть на позиционирование территории, на ее статус, на самочувствие жителей. И в этом плане перенос столицы – это очень хороший имиджевый шаг. Идея наделения Владивостока статусом субъекта Российской Федерации не нова. Город был таким еще во времена Царской России. Сегодня подобное присвоение может создать новые условия для развития всех депрессивных территорий Приморья, считает Юртаев. Но чтобы Владивостоку вновь стать субъектом Российской Федерации, агломерация должна существовать не только на бумаге. Городу необходимо присоединять новые территории. Это сразу свяжет все территории Приморского края с Владивостоком и они будут богатеть. Они не будут, наоборот, мешать, они будут богатеть. Потому что как субъект Российской Федерации, как магнит, который привлечет огромное количество инвестиций, сразу понятных законов, которые должны быть понятны для иностранцев, понимаете, для малого бизнеса. Мы же про экономику обязаны говорить. Обсудили еще одну инициативу Олега Кожемяка – возвращение прямых выборов главы Владивостока. Сегодня таких муниципальных образований в стране всего десять. В остальных мэра назначают депутаты городских дум по конкурсу. Выборы – это прежде всего контакт кандидата с жителями, считает Сергей Гребенюк. И понятная программа, которую составляют для людей, им же и отчитываются. Александр Юртаев в свою очередь считает, что конкурсную процедуру необходимо оставить как минимум на пять лет, а затем проводить выборы через ТОСы. В конечном счете все инициативы Олега Кожемяка считают эксперты в студии «Радио Лема» направлены в долгосрочной перспективе на одну цель – создать стабильность в политической системе Приморья, которую в последнее время сильно раскачивает. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. А тем временем экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях и задал горожанам откровенный вопрос. Ответы на него он просит размещать на его странице в социальной сети. Дорогие друзья и все те, кто заходит на мои страницы в социальные сети, читает мои посты и интересуется ходом дела. С июня этого года пошел третий год с момента моего заключения под стражу. Недавно поймал себя на мысли, что мне хотелось бы узнать от вас, горожан, о какой сейчас Владивосток. Наверняка открыли какие-то новые городские общественные пространства, памятники. Чем сейчас живет город? Вы своей прямолинейностью и открытостью как никто лучше можете передать сегодняшнюю атмосферу. Я хочу вас попросить написать в комментариях, так сказать, народные новости о нашем городе. Пишите все, о чем пожелаете и что, на ваш взгляд, поможет создать образную картину Владивостока. Интересно, ваш Владивосток и мой похожи? Написал Игорь Пушкарёв. Более 43 тысяч человек в Приморском крае имеют диагноз диабет. Многие из них получают лечение в Центре диабета и эндокринных заболеваний. В этом году Центр отпраздновал юбилей 20 лет со дня основания. За последние годы изменения в подходах к диагностике и лечению сахарного диабета колоссальные. Болезнь, которая еще 20 лет назад считалась смертельной, сегодня успешно поддается лечению. Подробности в нашем следующем сюжете. Диабет второй степени у Виктории выявили 10 лет назад совершенно неожиданно в ходе обследования. Причин подозревать у себя коварный недуг не было. Только недомогание, слабость да постоянная жажда. После подтверждения диагноза началась вторая, более сознательная жизнь. Следить за питанием, уровнем сахара, давлением приходилось постоянно. Однако это не спасло Викторию от инсулиновой комы. В бессознательном состоянии женщину доставили в Центр диабета и эндокринных заболеваний. И спасли. Здесь все конкретно. Вот прям конкретно врач пришла, Юлия Николаевна, и поставила задачу нам вот так, вот так и вот так делать. Все у нас получилось. Сахара такие, каких не было даже 10 лет назад. Я очень рада, что я сюда попала. Благодарна им всем. Хочу сказать, очень хорошее отношение, очень внимательное. Обследование полнейшее. Все, вот от глаз, даже глаз прооперировали мне. Да, левый глаз прооперировали. Здесь же в Центре? Здесь же в Центре, бесплатно. После наблюдений Виктории скорректировали питание, дозировку лекарств, и пациентка сразу почувствовала себя лучше. Надо контролировать уровень инсулина, который вводишь, уровень сахара постоянно 3-4 раза в день. И всегда при себе иметь что-то сладкое, чтобы в этот момент себе помочь. Это тяжелая болезнь, конечно. Это полнейший самоконтроль и никогда ни на минуту не забывать, что у тебя сахарный диабет. А так с этой болезнью жить можно, даже и с хорошим настроением. Распространенность эндокринных заболеваний в Приморье ниже, чем в других регионах России. В крае более 43 тысяч пациентов с сахарным диабетом, не считая другой эндокринной патологии. К нам в Центр с лечебной целью обращаются пациенты не только из города Владивостока, но, конечно же, со всех территорий края. Основная проблема на данный момент сложилась в том, что пациенты обращаются уже с определенными осложнениями несколько поздно. Конечно же, это связано с тем, что во многих территориях у нас, к сожалению, оголилось звено эндокринологическое. То есть не везде есть врач-специалист-эндокринолог. И на себя полномочия берет врач терапевтического профиля, который зачастую, конечно же, не владеет всем необходимым. Врача-эндокринолога нет в северных районах края – Тернейском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском и Дальнегорском городском округе. А вот инсулина достаточно. Препараты поступают в необходимом объеме и предоставляются бесплатно. Есть и инсулиновые помпы. Но они нужны далеко не каждому больному. Диабет у меня выявили в этом году, в феврале месяце. С помощью нового диагаджета я его использую буквально неделю. Но уже заметила улучшение. Когда ты на помпе, увеличивается количество измерений сахара в сутки. Увеличивается, ну, не менее, наверное, 10-15 раз. Плюс положительно влияет установление флеш-мониторинга. Другими словами, расслабляться не приходится. Сегодня, назначая заместительную терапию, используются передовые аналоги препаратов. Они эффективны, но вместе с тем меньше риска глипогликемии, когда уровень глюкозы в крови резко падает. Наши врачи научились лечить заболевания гипофиза надпочечников. Раньше такие пациенты могли получать соответствующую помощь лишь в крупных федеральных центрах. На стационарное лечение поступают пациенты разные. Одни поступают так называемые на плановое лечение, когда врач амбулаторно не получил определенных результатов от своего лечения. Ему нужно интенсифицировать. Он не знает, как ему дальше. Он направляет больного к нам. Это называется плановое лечение. А кроме того, наши заболевания нередко дают очень состояние тяжелые, сложные, больные. Как пациент, когда я рассказывала, и сознание могут терять, и такие пациенты могут поступать по скорой помощи, по санавиации. Эндокринные больные нередко нуждаются в междисциплинарной команде. И так как это часто действительно такие очень сложные и высокие технологии, в стенах одного учреждения это и невозможно организовывать. Поэтому у нас, именно как наш центр, мы сотрудничаем с такими тоже высокотехнологичным центром, как медцентр ДВФО, с нейрохирургическим центром, с центром хирургии. Впервые за много лет в центре был проведен капитальный ремонт. Обновили электрику, потолки, покрасили стены, закупили мебель, компьютеры, инвалидные кресла для пациентов. Все от жалюзи до дверей здесь новое. Так что каждый нуждающийся будет получать весь комплекс медицинских услуг от обследования, обучения до лечения в комфортных условиях. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. В очередном эпизоде проекта «Попробуй на себе» корреспондент выступил в роли мастера по пирсингу. В районе Второй речки активно ремонтируют тротуары. Футбольный клуб «Луч» во Владивостоке смог обыграть одну из самых перспективных команд ФНЛ. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. В очередном эпизоде проекта «Попробуй на себе» корреспондент выступил в роли мастера по пирсингу. В районе Второй речки активно ремонтируют тротуары. Футбольный клуб «Луч» в Владивостоке смог обыграть одну из самых перспективных команд ФНЛ. Вот уже несколько месяцев действует закон об усилении контроля в сфере долевого строительства. Пока в тестовом режиме. Однако уже сейчас застройщики Приморья бьют тревогу. Многим придется уйти с рынка, а стоимость квадратного метра значительно вырастет. Со строителями и банкирами пообщалась Катерина Матвеева. Проблема обманутых дольщиков остро стоит по всей стране. Не обошла стороной и Приморье. Десятки тысяч квадратных метров жилья, за которые уплачены и кровные, и заемные, стоят мертвым грузом и грустно смотрят на своих владельцев пустыми оконными проемами. Однако скоро все изменится. Теперь в России действует новая модель финансирования строительства жилья. Схема проста. Застройщик будет строить дома или за свои, или заемные у банков средства. Можно будет привлекать и средства дольщиков. Они будут аккумулироваться в банках на специальных счетах. После сдачи дома деньги дольщиков пойдут на счет компании. Или в погашении его долга. Изменяя в законодательстве предусматривают использование счетов из крови. Это специальный счет, на котором банк учитывает и блокирует денежные средства, полученные в счет оплаты цены по договору участия в долевом строительстве. На данном счете могут быть размещены как собственные средства клиента, так и средства, полученные по ипотечному кредиту. Застройщики могут получать финансирование на строительство объектов строительства с учетом использования схемы расчетов через счета из крови. Поскольку последний является основным источником погашения кредита, но, что очень важно, не является его обеспечением. По мере увеличения продаж квартир и увеличения средств на счетах из крови, процентная ставка по кредиту для застройщика может снижаться. Застройщик должен иметь собственный капитал в размере не менее 10% от общей проектной стоимости строительства. Компании также смогут привлекать целевые небанковские займы. Остальное придется занимать у банков. По новой схеме цены вырастут как минимум на 20%. Точных цифр никто не знает, естественно, но себестоимость вырастет, просто давайте посчитаем, сколько сейчас будет деньги стоить. Как минимум на эту стоимость и вырастет жилье. То есть потребители платят банковские проценты, по сути. В итоге получается, что банк заработает в два раза. И на деньгах дольщиков, и на деньгах, и на проценте застройщику, который он даст. Вот такая сложная схема. Кроме того, законодатели запретили застройщик устроить одновременно более одного объекта. Для примера, сейчас в крае строится около 80 многоквартирных домов. По прогнозам строителей, к 2020 году их количество сократится до 40, потому как в регионе всего около 40 строительных компаний. Дефицита жилья, возможно, и не будет, но количество квартир точно отразится на их цене. По прошлому году у нас 20% падения за год. По этому году, ну, еще не знаю, какое будет. Несмотря на все минусы, закон будет защищать деньги дольщиков и продолжает реформу строительной отрасли в России, которая в итоге должна закончиться полной отменой долевого строительства. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Игорь Болтов. Новости на восьмом. А тем временем на второй речке активно ремонтируют тротуары. Строители демонтируют старые разрушенные бордюрные камни, готовят основание под новое асфальтовое покрытие. Кстати, обновленные пешеходные зоны будут удобны для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных. В этом году на ремонт тротуаров по программе «Доступная среда» были дополнительно выделены 15 миллионов рублей. На эти средства подрядные организации выполнят работы по ремонту пешеходных путей и адаптации их для маломобильных горожан, инвалидов-колясочников, слабовидящих и мамочек с колясками. Ремонтные работы будут проведены от моста на пересечении Русской и проспекта Столетия до поворота на улицу Кирова, а также от остановки общественного транспорта «Кольцо Багратиона» до больницы рыбаков. Кроме этого, дорожники оборудуют для маломобильных горожан и пешеходную зону от остановки «Сельская» до «Луговой 52А». Здесь также занизят бордюры и установят тактильные указатели в местах сопряжения с проезжей частью. Напомним, что в этом году в рамках реализации программы «Доступная среда» в городе устанавливают дополнительные речевые информаторы на светофорах, выделяют места для парковки транспорта инвалидов, а также продолжают адаптировать административные здания и другие городские объекты. Все объекты, на которых проводятся работы по адаптации, были предложены и согласованы с общественными объединениями людей с ограниченными возможностями. Все, что делается для улучшения красоты города, это правильно. Журналисты «Восьмого канала» вместе с информационным агентством «Владньюз» продолжают штурмовать самые необычные увлечения и профессии. В очередном эпизоде корреспондент попробовал себя в роли мастера по пирсингу, а испытуемой стала его будущая жена. Подробности в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. Во все времена люди подвергали свое тело модификациям. Рисунки на теле превратились в почти вечные татуировки. А внедрение в свое тело предметов с целью украсить и привлечь внимание, либо же наоборот, напугать врага, было популярно еще до изобретения колеса и плуга. Сегодня одним из самых модных направлений боди-модификации является пирсинг, от английского «pears», что буквально означает «прокалывать». Строго говоря, под пирсингом понимается как сам прокол какой-либо части тела, так и ношение в проделанном отверстии украшений. В рамках проекта «Попробуй на себе» журналист Алексей Дорохов попробует себя в роли мастера по пирсингу, а помогать ему будет сотрудница одного из специализированных салонов – Дарья Вишес. Проколоть сейчас можно практически все. Самым наиболее популярным местом для пирсинга являются уши. На втором месте, наверное, лицо. То есть прокол крыльев носа, прокол брови, прокол языка. Такие самые более популярные и самые проколы, имеющие самый большой спрос. Было решено, что жертвой Алексея станет его девушка Мария. По мнению авторов проекта «Попробуй на себе», это должно было добавить адреналина и драматургии в сюжет. А для Алексея послужить отличным стимулом постараться провернуть все как можно более безболезненно и качественно. Так как пирсинг уха действительно является самым популярным, доступным и относительно безболезненным, наша испытуема оставалась абсолютно спокойной перед процедурой и даже решила почитать журнальчик. В это же время Леша постигал основы прокалывания человеческого тела через инструктаж. Первое правило – чистота. Мастер обязан предпринять все усилия, чтобы продезинфицировать инструменты. Все процедуры, конечно, делаются в маске и перчатках. Последние, хоть и одноразовые, все равно нужно было обрабатывать специальным раствором. Важно избежать даже малейшей возможности занести заразу в прокол. Само собой, иглы также одноразовые. Алексей слушал очень внимательно и признался по секрету съемочной группе, что переживает больше не за себя, а за испытуемую. Больше всего мне интересно, как на это отреагирует моя девушка, которую я буду прокалывать сегодня в этом кресле. После брифинга Алексей начал приготовление к прокалыванию внутренней части уха. Все время его проверяла старший мастер, ведь безопасность, как всегда, на первом месте. Маш, ты готова? Пойдем. Мы наметим точку прокола специальным розовым маркером. Розовым, потому что Маша девочка. Тот, кто решился на прокол, должен четко понимать, где и как будет расположено его украшение. В нашем случае это лабрет или лабретта. Состоит из штанги, шляпки и накрутки различных форм. И вот, под чутким руководством мастера наступил самый ответственный момент. Просто нельзя открывать. Готова? Давай без этого, пожалуй. В общем, мы сделали прокол. Теперь Мария у нас счастливый обладатель конч пирсинга. Примерно через месяц, когда прокол заживет, украшение можно будет сменить. Несмотря на стресс и переживания, долгие попытки поймать иглу на той стороне, тычки от мастера и многое другое, корреспондент Владнюс доказал, что у страха действительно только глаза велики. А попытка не всегда пытка. Разве что для испытуемой. Впрочем, последняя утверждала, что ей все понравилось. Мне было страшно. Очень. Ты молодец. Ты молодец. Евгений Черемухин, Алексей Дорохов, Мария Звигольская и Алексей Заровный. Новости на восьмом. Далее о спорте. Футбольный клуб «Луч» во Владивостоке смог обыграть одну из самых перспективных команд ФНЛ. Хоккеисты «Адмирала» потерпели седьмое поражение подряд и закрепились на дне турнирной таблицы. О все подробности расскажет Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч» у себя дома встречался с курским «Авангардом». Гости опоздали во Владивосток на несколько часов. И если бы приморцы не согласились на перенос матча, «Авангарду» бы засчитали техническое поражение. С самого начала инициативой владели «Тигры». «Желто-синие» много прессинговали, правда, долгое время безрезультативно. Курские футболисты тоже смогли провести пару опасных атак, но на перерыв команды так и ушли при нулях на табло. Во втором тайме счет был открыт. На 77-й минуте обычный удар от ворот приморцев превратился в голевой момент. Мяч в районе штрафной подхватил Иван Хлебородов и перебросил вратаря. 1-0. Вскоре у «Луча» был и второй стопроцентный шанс забить, однако здесь гостям повезло. Свою же ошибку оборона исправила. За последние минуты матча «Авангард» так ничем и не ответил. Победа «Желто-синих». «Авангард» и играющая команда, именно средняя линия очень сильна, и чтобы у нас не возникали там такие пробоины, мы решили сыграть именно в одного нападающего. Теперь «Луч» отправится на выездную серию, которая начнется 20 октября в Ярославле с местным шинником. Адмирал, будучи в гостях, сыграл с рижским «Динамо». Обе команды к этой встрече имели длинную серию из поражений, поэтому победа важна была каждому. Правда, на деле так не казалось. Хоккеисты не смогли отличиться сначала в первом, а затем и во втором периоде. Нули на табло провисели вплоть до середины последнего отрезка, когда рижане смогли заработать большинство и умело его реализовать. Шайбу забил «Майонет». До финального свистка оставалось всего ничего, поэтому «Адмирал» рискнул и поменял вратаря на шестого игрока. Но финального штурма не получилось. Владивостокцы лишь пропустили вторую шайбу в свои ворота. В итоге 2-0 победа «Динамо». Таким образом, статистика «Адмирала» еще больше ухудшилась. С самого начала сезона у моряков всего 3 победы и 15 поражений. Следующий матч «Приморцы» проведут 16 октября в гостях условно. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Вопрос об установке системы «Эра ГЛОНАСС» был задан на встрече с жителями Уссурийского городского округа в Рео-гувернатора в минувшую субботу. По мнению горожан, система показала себя неэффективной, а установка ее стоит дорого. Олег Кожемяков поддержал эту позицию. В Рио-губернатор Приморья Олег Кожемяков провел встречу с председателями общественных организаций инвалидов. По его словам, нужно создать все условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями. Во Владивостоке почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Ритуал проводится уже 20 лет и имеет большое значение, ведь Приморье гордится своими героями. Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в соцсетях и задал горожанам откровенный вопрос. Ответы на него он просит размещать на его странице в социальной сети. В районе Второй речки активно ремонтируют тротуары. Кстати, обновленные пешеходные зоны будут удобны для всех категорий горожан, в том числе и маломобильных. Центр диабета и эндокринных заболеваний в этом году отпраздновал юбилей 20 лет со дня основания. Болезнь, которая еще 20 лет назад считалась смертельной, сегодня успешно поддается лечению. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на ватсап. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Золотая осень вступила в свои права, а лес особенно прекрасен в эту пору. Известно ли вам, что Уссурийская тайга покрывает более 2-3 территории края? И здесь насчитывается 130 видов кустарников и 80 видов деревьев. Приморская растительность представлена северными, таежными, западными, лесными и южными субтропическими разновидностями. Природа Приморского края сохранила в себе с древности множество растений и животных, которых в настоящее время больше не удастся встретить нигде. Предлагаем вам прямо сейчас совершить прогулку по Уссурийской тайге и насладиться ее красками. Ну а сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok